Расскажу про Маринику, про Марию Николь. Мариничка занимается у нас каратэ. Я тоже одно время предлагала ей пойти на танцы, когда она там была в третьем классе, давай на танцы, давай на танцы, не хочу. Ну не хочешь, заставлять не буду. Потом в один момент в школу пришли взрослые дяди, рассказали про каратэ, вручили визитку. С этой визиткой Мариничка притопала домой, дала мне с папой и сказала, я хочу попробовать. Ну ладно, Жека повез ее на первый пробный урок, на первое пробное занятие. Это был четвертый класс в липсах. И с тех пор Мариника осталась на каратэ, ей понравилось. Я бы, никогда бы, сама мне даже в голову бы не пришло отправить ребенка, мою милую, скромную, такую спокойную Мариничку на каратэ. Вот никогда бы меня такая мысль не посетила. Но здесь с подачей чужих дать, серьезных. Она стала ходить на каратэ, ходит с удовольствием. Она на Украине ходила там. Два года мы отходили. Она там получила уже три пояса. У нее был белый, оранжевый, желтый. Не помню поочередность, но успехи были. У нее там две медальки первое место. Или три медальки, тоже не помню. Грамоты. И когда мы сюда уже переехали в Крым, а если здесь кружки каратэ нашла? Мы пришли сначала к одному тренеру. Что-то ей не понравилось, что-то пошло не так. Потом нашла другого. И вот мы до сих пор ходим к нему. Ей очень нравится. Я такая, блин, зачем каратэ? Лучше бы на танце. С Мариникой ездила Карина. Потому что у них соревнования проходили по воскресеньям. В воскресенье у меня рабочий день был. Это переучет. Но там был бесконтактный бой. То есть там у них фиксируешь, ты не бьешь. А вот как вот так вот, да? Ты не дотрагуешь. Нет вот этого телесного контакта. Фиксируешь. А здесь ты, тут реально бьют. И больно. Первый раз поехала на соревнования с Мариникой. Я, конечно, была в шоке. Я видела, как девочки плачут, мальчики плачут. Потому что прилетает в ухо, прилетело больно, в челюсть прилетело больно. И я, конечно, первый раз на соревнованиях такая, немного в шоке была. И второй раз уже было полегче. Но я хочу рассказать про другое. С одним соревнованием мы поехали. Мне не понравилось то, что разные категории. Я об этом снимала видео, говорила. Мариник, я белый пояс, а ее поставили с желтым поясом. На секундочку. Белый пояс, оранжевый пояс, синий пояс и потом только желтый пояс. И вот она, будучи белым поясом, ее поставили в пару с желтым поясом. Где справедливость? Ну ладно, там, как мне сказали, по поясам не смотрят, а смотрят на вес, на возраст. Окей. Вот мы недавно ездили на соревнования и опять та же самая ситуация. Девочка оранжевый пояс, еще один оранжевый пояс. Мариника оранжевый пояс, девочка желтый пояс. Вот здесь я сейчас ставлю фото, где написано категория, да, девочки 10-11 лет, вес до 40 килограмм. Смотрим Мариники первый бой. Смотрим Мариники первый бой. Мариник первый бой. Мариника белая. победу почему-то присудили другой девочки но пошли взвесились после боя у девочки оказался вес 42 килограмма девочка с таким весом должна быть в другом в другой группе правильно с девочками которые свыше 40 в общем победу отдали маленький хорошо смотрим второй бой вот ноги пошли сразу девочка повыше не умничка держись не твой держи на щиту на видишь и старше и выше и желтый бой так куда молодец не сдалась молодец умница и как вам здесь видно что девочка как бы постарше на и повыше да она худая но точно ли у нее вес 40 килограмм один момент второй момент опять желтый пояс девочка вот которая заняла третье место здесь они с маленькой вроде похожи вот они так и по и по росту и по весу и у них обоих оранжевые пояса вот этим я согласна почему их не поставить вместе здесь было бы справедливо вот девочка которая стоит на третьем месте ей не повезло ее сразу поставили желтым поясом и естественно она тоже проиграла там была такая такой же бой как и бой с мариникой то здесь ответ очевиден кто победит кто проиграет я нашла эту девочку в соцсетях на ее странице написано что их 16 лет здесь я конечно засомневалась дети еще подростки имеют свойство там изменять дату рождения но не 16 я бы сказала что ей может ну лет 13-14 пусть она худая но она высокая 40 с плюс вес поэтому и плюс у нее опять же желтый пояс белый пояс оранжевый пояс синий пояс желтый пояс опять достался соперник который по опыту намного выше правильно правильно по всем параметрам по всем критериям это девочка желтым поясом должна выйти в другой группе с другими девочками правильно да я общалась с другими родителями и мне мне не понравилось их ответ они типа сказали что то это соревнование типа деньги отмыть смысле деньги отмыть я не хочу в таких соревнованиях участвовать я не хочу чтобы ребенок участвовать мой ребенок участвует таки в таких соревнованиях где все вот так вот как бы халатно а бы как это их скомповали типа на А, извините, отъебись, чисто деньги отмыть, это что такое? Соревнования вообще платные, мы за это платим. Я не хочу, чтобы там моему ребенку отбили печень или еще что-то. Я очень горжусь Мариничкой, потому что она выдержала этот бой достойно. Несмотря на то, что ее зарядили в челюсть, она не сказала нет, она не сказала стоп, чтобы закончена она продолжила. Я горжусь Мариничкой, несмотря на то, что ей пробили живот, те, кто разбирается в боях, как они могли этот удар увидеть, что пробили живот, тоже было больно. И тоже Мариника не сказала стоп, она продолжила. Да, она проиграла, она снимала шлем слезы на глазах и от боли, и от обиды. Но я очень ей горжусь, потому что она достойно закончила бой до конца. Молодец. Но в будущем я со следующих соревнований пойду знакомиться к судьям и с другими, кто там главный. И у меня будут вопросы, а почему если ребенок, который больше 40 килограмм, почему он с моим ребенком в одной группе? Я не хочу скандалить, я не хочу ругаться, нет, я хочу справедливости. Я хочу, чтобы мой ребенок бился с такими же, как она, по весу, по годам, по поясам. Опять же, если вы заявляете, что это 10, 11, 12 лет, будьте добры. Если вес до 40 килограмм, будьте добры. Все, давайте по-честному. Если других родителей это устраивает, ну как там их компонуют, если видят даже, что несправедливо молчат, при этом это их проблемы. Кстати, эта девочка, я вот эту девочку с желтым поясом видела потом за судейским столиком. Ну, наверное, там или мама, или бабушка, или тетя, кто-то из ее, потому что просто так дети там не могут сидеть. Она спокойно сидела рядышком, кидала вот эту желтую тряпочку тоже на татаме, когда там время, что там подсказывало. То есть, тут уже наводит мысль о том, что почему бы не поставить свою там внучку, дочку, племянницу или там в группу, где она свободно, спокойно может занять первое место. Я, конечно же, этот вопрос обсужу с нашим тренером, я еще пообщаюсь с родителями, так что будем наблюдать развитие событий, как дальше у нас там пойдет по соревнованиям. Соревнования, опять же, мы же оплачиваем, это не бесплатно. Еще хочу сказать, что здесь в России, в Крыму, в частности в Крыму, можно съездить бесплатно, отдохнуть в детском лагере. За заслуги в школе, за заслуги в спорте. Вот я сегодня звонила, узнавала, как это можно сделать, и мне сказали, вот нужны грамоты не менее двух, с подписями, с гербами, с печатями, чтобы были. Ну, в общем, не просто школьная какая-то грамота здесь и подпись директора школы, а повыше. Я посмотрела, у нас такие грамоты, вот как раз грамоты и диплом, вот две есть, и плюс сертификаты. То есть, я думаю, в среду я пойду, отнесу, подам заявку, что может в моей линейке получится за заслуги в спорт в этом году поехать отдохнуть бесплатно в детском лагере. В следующих видео я расскажу, что у нас там, как дальше будет. Вот, и насчет Софирушки. Софирушка, она сейчас в первом классе, она любит потанцевать, ну, она любит рисовать, но так явного вот чего-то, какого-то увлечения у нее пока нет. На районе открылась школа, гимнастика на кольцах. Вот в сентябре я ее отдам в эту школу. Хороший уровень, что они выезжают на соревнования, на конкурсы. Плюс, естественно, не просто они там же на этих кольцах, это музыка, это тоже какие-то в них там станции. Так что, думаю, Софирушку туда. Я бы хотела, может, чтобы Мария Ника занималась станциями, но не будем, как бы, отвлекаться, потому что у нее есть каратэ. Кроме каратэ и школа, учеба. Я бы хотела, чтобы Маринка тоже хорошо училась. И я напомню, что она не просто в обычном классе, она в Курчатовском. Там чуть-чуть больше нагрузки, чем обычный класс. И поэтому пусть она занимается каратэ, учеба. А танцы, ну, танцы можно будет пойти уже в восьмом классе. Когда она уже так подрослеет, можно там пойти чуть-чуть научиться танцевать, скажем так, чисто для себя. А сейчас вот каратэ, а Софирушку сентября на кольца, на кольца. Пока. До новых встреч. Пишите комментарии. Очень интересные мне комментарии насчет каратэ. Вот что вы думаете по этому поводу? Стоит ли подходить к судьям и, как бы, высказывать свои претензии? Что вы думаете насчет боя? Справедливо ли это? Так ли это? Нужно ли это? Пока. До новых встреч. Продолжение следует.